добрый день дорогие друзья гости моего канала сегодня я вам буду показывать правда в краткой версии как я буду делать откосы вот это у меня откосы вот имеется вот такая вот шторка шторку специально не снимала чтоб вам показать как это будет выглядеть и вот такие вот у меня обои я уже нарвала на фрагменты я посчитала что это очень подойдет под мои шторки смотрите на мне кажется похоже извиняюсь если что-то трясется снимать не очень удобно вот тут тоже такие же пионы я обои нарезала даже не нарезала нарвала на фрагменты обои совершенно простые это гомельские обои они бумажные вообще совершенно дешевые но мне понравилось качество обоев я буду сейчас делать клеить это все на откосы немножко вам покажу но не все а только кусочек потому что снимать я подготовила клей пва и сейчас буду рассказывать что я буду делать сначала я промазываю фрагмент у обоев то есть клей наношу на обои вот так вот клей наносим на обои и потом нам нужно выбрать место куда мы это все приклеим кусочек обоев мы промазали теперь посмотрим как это все у нас будет приклеено быть вот так вот где-то и значит кусочек обоев я отложу и опять-таки промажу стенку это для лучшей сцепки я ничего не шпаклевала здесь здесь строитель мне когда-то от штукатуре ли все тут кусочек у меня было немного готовы шпаклевки я попробовала как она выглядит так грунтуем клеем пва стену и приклеиваем фрагмент который выбрали есть конечно специальные инструменты для такой валик специальный но он у меня большой поэтому я беру просто ветош и вот таким образом разглаживаю все знают как клеить обои самое главное что фрагменты лучше всего вырывать то есть не вырезать их ножницами а именно вот вырывать это кто занимается декупажем это из этой же темы вот и таким образом я наклею все фрагменты на откосы откосы мне достаточно широкие и будет выглядеть неплохо я думаю ну посмотрите смотрится неплохо мне кажется сейчас посмотрим вместе со шторкой шторку я не снимала специально чтобы показать да ну ой извините вот мне кажется шторка как нельзя нельзя лучше подходит к этим обоям или обои к шторке потому что шторка куплено было раньше я уже все приклеила у меня высохла вот такие фрагменты показываю вам наверху тоже так и теперь какие наши дальнейшие действия я подготовила полотенце бумажные вот смотрите у меня полотенчики бумажные и еще что вам надо будет сделать это вот так вот края оторвать потому что тогда когда вы будете сделать вот здесь вот такую вот жатую такую бумагу у вас вот эти края они не будут видны вот эти очертания то есть переход плавный получится плавный переход от одного от одной салфетки к другой я подготовила опять клей ПВА и покажу вам как я это буду делать грунтую стену клеем ПВА заходим немножко даже на фрагменты если что это техника декупаж практически кто владеет этой технике кто делал что-то в этой технике тот конечно знает как это делать грунтую и вот таким образом прикладываем салфетку или там что-либо у вас там есть это может быть салфетки могут быть полотенца и формируем складочки вот я отлично не заморачиваюсь как получается так и получается но формировать можно вот такие складочки мы формируем и поверх опять проходимся кисть должна быть жесткая достаточно чтобы везде промазать видите я вот так вот немножко прихлопываю даже вот листик приклеен я как-то делала когда прихожую я вам тоже показывала как я там оформляла стену там у меня вообще обоев не было там все было из плотин вот далее можно взять вот поменьше кусочек тоже вот так вот можно вообще вот так вот предварительно смять уже получится какие-то складочки и продолжаем нашу работу и вот так вот прихлопываем если вы заходите на обои ничего страшного потому что потом мы будем еще кое-что делать вот так смотрите какие складочки что получается вот видите складочки уже образуются когда они высохнут они будут более видны эти складки тем более мы там и красить будем и опять продолжаем берем следующий кусочек ну опять таки повторюсь можно большие кусочки помельче смотря для каких целей вот сейчас я беру помельче можно видите как я сделала на друг дружку наложить вот получается красивые такие складочки которые потом будут у нас красиво играть так вот это я кусочек сделаю ну и таким образом я пройдусь везде-везде по откосу вот этими полотенцами все просохло уже и сейчас я буду закрашивать там где я клеила салфетки и бумажные полотенца я буду закрашивать значит подготовила краску эту краску я купила первый раз я никогда ее не покупала вот смотрите краска TEX написано эмаль акриловая универсальная ну если взять акриловую краску и акриловую эмаль то эмаль конечно всегда лучше чем акриловая просто краска здесь пишется что она быстро сохнет атмосфера стойкая высокая адгезия и можно разбавлять водой без запаха написано но честно слово когда я открыла там запашок был еще тот я даже удивилась что акриловая краска так пахнет значит краску можно использовать любую какая вам нравится это не обязательно такая марка вы сами понимаете что можно любую 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 какую вы знаете какую любите я кстати до этого пользовалась краской марки российской ВГТ и мне вообще она очень устраивала там тоже кстати эмаль я оставлю ссылочку как я делала прихожую я там использовала краску коричневую ну она типа шоколадная но я тоже там немножко смешивала с другой черную эмаль я использую вот и я решила попробовать просто эта краска была на акции и я ее решила попробовать она написана что матовая но это тоже совершенно не важно вот предварительно обязательно нужно размешать я уже конечно все перемешала подготовила две кисти смотрите кисти вот одна такая более жесткая щетина у меня вторая у меня кисточка синтетика ну просто что все где-то надо подлить то это будем использовать вот такую поменьше кисть вы спросите почему белая краска у нас будет вообще многослойный фон поэтому это предварительная я ничего здесь не грунтовала если честно потому что эмаль очень хорошего качества и как бы это можно не делать и кисть должна быть достаточно жесткая чтобы мы вот тут всякие такие поры образовались трещинки как бы да того что мы клеили полотенца и нам надо везде там попасть вот я когда все это покрашу все высохнет тогда я буду делать следующий этап буду подбирать краску под вот такой вот цвет чтобы вот что-то такое оттенок такой небольшой был может сероватый какой-то или с розовинкой и покажу что буду делать дальше вот белая красочка у меня уже просохла и теперь я буду красить вот эти места светло-серой краской я подобрала краску под вот эти вот цветочки не знаю насколько это получилось сейчас я вам покажу это акриловая белая краска обычная добавила туда немного черного и у меня там были остатки лиловой краски от предыдущего проекта и вот таким образом я крашу обычной кисточкой кисточка у меня правда здесь небольшая но участки тоже тут маленькие кисточка плоская синтетика она мягкая я не могу сказать дешевая она или нет но это не со строительного рынка покупала на Вайлберис если честно там кстати очень много товара бывают большие скидки и получается очень даже недорого так ну что смотрите да мне кажется что подходит более-менее подходит я уже некоторые участки на некоторые участки нанесла там у меня даже просохло сейчас я вам покажу сейчас запущу ниже немножко вот здесь вот внизу у меня уже высохло и мне кажется что этот серый цвет более-менее подходит к моему к моим вот этим серым цветочкам так далее что буду делать это сейчас все просохнет учтите что сушить надо ну приличное количество времени не так что за час высохло и у вас все готово надо конечно подождать больше времени времени желательно ну 24 часа это точно и я еще покрою второй слой потому что немножко проглядывает белые оттенки с первого раза не закрашивается потому что краска это не эмаль обычно эмаль она плотнее там больше пигмента и она бы быстрее конечно с одного роза покрасила я покрашу второй раз и включусь я опять подготовила белую эмаль вот такую сейчас использую и как в предыдущем видео где я показывала с лавандой я буду сухой кистью красить вот эти вот выступы как это делается можно брать веерную кисть вы знаете я кто следит за моим видео тот знает что я люблю веерную кисть сейчас я вам покажу что можно использовать обыкновенную кисточку плоскую из синтетики она очень хороша она достаточно мягкая она не твердая то есть каждый приспособиться естественно как сможет у каждого есть свое любимое и вот таким образом окрашиваете выпуклости краска сама белая но из-за того что у нас тут серый цвет то получается такой светло-светло-серый оттенок если вам покажется что вам мало беленького вы можете еще раз пройти по этим же выпуклым местам и получится эти места получится белее я пока так оставлю посмотрю когда я все сделаю если мне не очень понравится то можно процедуру так скажем повторить я купила вот такой трафарет мне понравились вот такие вот листики посмотрю где я буду их тут делать самое интересное что трафарет с одной стороны он был ламинированный а с другой стороны был обычная бумага и мне пришлось я покрыла трафарет уже три раза лаком акриловым для того чтобы можно было его мыть потому что все трафареты они с обратной стороны тоже грязнятся вот поэтому вот покрыла сейчас это все сохнет сегодня делать ничего не буду потому что еще не прошло суток я в прошлом видео показывала что я использовала шпаклевку лакра вот такую вот шпаклевку лакра это не реклама в принципе нормальная хорошая шпаклевка она такая как паста хорошо ложится высыхает отлично и она самое главное не трескается поэтому я буду использовать опять эту лакру и вот таким образом не знаю мне очень понравились эти листики надо теперь придумать как эти листики извернуться и это сделать и когда я сделаю я вам покажу что будем делать дальше ну вот дорогие друзья трафаретные элементы из акриловой шпаклевки у меня готовы все уже просохло теперь я беру абразивную ленту или в народе еще говорят шкурка у меня самая мелкая 180 короче вот это число чем больше число тем она мельче но в принципе это тоже меня устраивает беру мычалочку таким вот образом делаю и надо вот эти вот выступы недостатки так скажем моего производства убрать то есть чуть-чуть сгладим поверхность вот будет более ровно и после этого когда мы это все сделаем нужно смести пыль потому что очень много пыли будет вот это же шпаклевка дорогие друзья я подготовила вот такую эмаль декоративную она серебристого цвета и сейчас я буду веерной кистью проходиться по выпуклым местам но совсем чуть-чуть потому что много серебра мне не нужно на вот этом на этих обоев кое-где есть скрапление серебра поэтому я решила в поддержку обоим немножко нанести серебро беру веерную кисть не знаю я люблю больше веерную и вот так вот сухой кистью чуть-чуть совершенно нанесу короче все будет блестеть конечно на камере это не видно еще пока но после того как мы нанесем акриловый лак то это декоративная эмаль под серебром проявит себя будет красиво видно будет все переливаться ну не так скажем что переливаться будет искрить так скажем значит вот эту операцию я все сейчас сделаю дам этому все высохнуть и потом буду покрывать лаком лак можно взять любой акриловый на водной основе желательно конечно что мыть получше там допустим для полов бывает акриловый лак который мыть можно но в принципе любой акриловый лак можно мыть если вы нанесете несколько слоев вы ж не будете здесь вот мыть там со щетками там не знаю естественно если ваши окна находится не совсем на шоссе у дороги то вам подойдет любой любой акриловый лак это не все и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok